Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Открытый микрофон» и в студии Саида Турсуметова. В этой студии мы обсуждаем самые разные проблемы и очень неоднозначные вопросы и пытаемся найти решение на них. Сегодня мы поговорим об аутизме, о детях с этим диагнозом и о том, как их родителям приходится, с чем приходится каждый день им сталкиваться. О том, насколько дорога реабилитация детей с этим диагнозом, насколько государство поддерживает их и вообще, как хорошо у нас могут поставить этот диагноз. Об этом и многом другом мы поговорим с нашими экспертами. Ну что ж, друзья, у нас в гостях сегодня Серик Манбаев, главный врач Центра психического здоровья Шимкента, Герман Владимиров, психолог, и мамы детей с диагнозом аутизм Алия Кокенбаева и Гульбахор Ахметова. Здравствуйте! Ну, первый вопрос, я думаю, к мамам всё-таки. Когда вы узнали, когда вашим детям поставили этот диагноз? Первая мысль какая была? Ну, как сказать, вначале было у нас всё нормально, вроде бы, да, на наше усмотрение, всё было хорошо, ребёнок развивался, прекрасно всё было. В полтора годика он уже там игрался, там, скажем, папа говорил, да, мама там что-то, ну, хотя и не могу сказать прям, что осознанно, но он говорил, да, смотрел, игрался, ку-ку, каша варилась и так далее. А потом в полтора года у него откат пошёл наоборот, обратно. То, что он говорил, он всё это как будто забыл просто, да, и не стал уже смотреть в глаза, контактировать вообще с обществом, искать маму, были такие моменты. И мы начали тревожиться, бить тревогу, бегали по невропатологам. И в Ташкент мне никто не говорит, что у вас аутизм, да, вот раз, да, вот я не могу сказать, что у меня тяжёлая форма. Но к нам вообще такого вопроса не было, может быть, у вас раз, да, да, ага, может быть, задержка психического развития, задержка, там, речевого развития и так далее. Что нам, какие-то мифы нам обещали, мы всё делали, как бы, да, вот, может быть, достигнем вот этой цели, вот этого, то, что мы хотим, чтобы ребёнок развился. Ну, особенности такого мы не увидели. Потом уже к четырём годам, к четырём с половиной годам уже наши медики уже осознанно смотрели, да, возможно, да, у вас раз, да, и так далее. Лечились, как говорится, ну, делали всё то, что необходимо, занимались. Сейчас, в данный момент, не могу сказать, что ребёнок плохой, ну, у ребёнка идёт, да, вот, например, динамика по капельке, ну, для нас это счастье, да? Вы не сразу ведь поставили диагноз, вы говорите, вот в тот момент, когда диагноз всё-таки поставили, первая мысль какая? Ну, наконец-то определились или всё-таки это был страх? Нет, это мысль, вот, видите, мать, она, как говорится, никогда не останавливается, она хочет идти вперёд, как говорится, и стараешься уже искать, где бы, чтобы найти, где бы, чтобы откорректировать, да, была такая мысль. А у вас, Олей? У меня немножко другая ситуация. Изначально беременность протекала вроде бы как без осложнений, всё хорошо, по УЗИ говорили, всё хорошо. Были упущения со стороны УЗИстов, это врачи потом сказали, и со стороны гинеколога-поликлиники, потому что писали, всё хорошо, всё хорошо, на самом деле оказалось, что ребёнок родился с отслойкой, чуть не умер, чуть не захлебнулся, была уже асфиксия, гипоксия острая. Да, в крови гипоксии не было, там врачи некоторые спорили, но сам по себе диагноз предполагает острую фазу гипоксии, всё, что это очень пагубно для мозга. Поэтому, возможно, у нас диагностика сложнее идёт, я не знаю, у нас как таковых откатов не было. Он у меня изначально на имя не отзывался, но мы, я не знаю, как будто пелена на глазах была, или что, мы думали, он маленький, яркешка, или он просто осознанно игнорирует, мы так думали. Нам сказали, ишемия мозга была, он заговорит поздно. Вот эта фраза была ключевой, и мы ждали, когда он заговорит поздно, в остальном он вроде бы как развивался, единственное, что антогенез до развития был нарушен, он 9 месяцев только сел после массажа. На это тоже врачи особого внимания не обращали, соответственно, мы сами искали массажиста платно, выровняли, в год и два он пошёл, считается, не поздно, но походка была немножко пружинистая. Я всё это замечала, но мы как бы даже предположить не могли, что это что-то связано с психоречевой задержкой, мы думали, простая речевая задержка. И 90% родителей так и думают, не потому что они в состоянии слепоты находятся или не видят, они видят, но парадокс в том, что ты видишь, что он с двумя ложками ходит в губфолтора годика, хотя у него имитация чтения книг, всё было тоже, он и гам-гам-гам, и какие-то фразы, лепят у него тоже немножко отсутствовал больше. Мама, слово было крайне редко, но мы элементарно не знали, что это и есть признаки. У нас вот эта безграмотность идёт вообще. Даже среди врачей поликлиники не смогли, сколько педиатров менялось, никто нам не сказал что-то не то, хотя он кричал. До полутора лет он был совершенно спокойный ребёнок, улыбался. Элементарно там покушать, поспать, да, и ничего такого тревожного состояния не было, хотя у него была и пневмония в два месяца, и грыжа большая. Ну, где-то в 4-5 месяцев получил нормального ребёнка более-менее, но не улыбался, там, катался, гулил, что-то и даже и хорошо ползал. Это тоже нейронные связи же. Значит, развитие тогда было нормальное вроде бы как. С полутора лет пошёл откат именно в поведении. Он начал кричать, то есть на улицу, если мы выходим, все знают, если заходим, тем более весь дом наш длинный знает. И крики, истерики были. Но мы не могли предположить, что гиперактивность пошла, хотя он был совершенно спокойный до этого. Я думала, что гиперактивность – это особенность. Оказалось, что это диагноз. Ребёнок не чувствует своего тела. Когда у тебя руками немеет, ты начинаешь её трясти, то же самое. Они начинают во все углы залазить, там, где тесно, или там, ну, чтобы тебя почувствовать. Аценсорись, если говорить уже терминами. Мы этого всего не знали, и уже в 2 года, я думаю, что-то не то. Он пытается говорить, но у него мышцы лица как будто анемелые, как будто он под гипсом. Мимика нарушена. Ну, что-то не дополняет. Это уже психолога в поликлинику. Она говорит, команда выполняет, вроде протестировала, там, Нанна Берна, Светчак, Уфшир. Команда выполняет, обращена вещь, понимает. Всё хорошо, идите в 3 года, вы не придёте на диагностику. Сейчас в таком возрасте сложно сказать. Ну, вот даже намёка не было, что сходите к психоневрологу, платный, я даже не знаю, что такие специалисты бывают. И уже в 3 года у него пошло мама, папа, он уже, в 2-х лет он в садике у нас был, хорошо, что я в садик отдала. И он осознанно начал мне ноги обнимать уже. Пошло осознанно, мама, папа, ата, апа. Я довольна, садик отпросила, думаю, сейчас мы её отработаем с логопедом, и он у меня заговорит, дай бог. Я обрадовалась, даже прослезилась. Три года ждала этого слова маму, хотя дочка у меня всего 7 месяцев сказала, папа. И в итоге идём, хорошо, что мы попали к Валиеве, Марине Абзаровне, психоневрологу. Она говорит, что-то не то, что 50 на 50, он что-то у вас, не исключено, раз написал, он говорит, у вас как бы и похож, и не похож. То есть даже специалисты затруднялись с диагностикой. Давайте ещё отработайте, посмотрим. И мы ждём портал материнского детства на Минбала, там Абзуринт Анварталбекович, 1 июня в том году ровно год назад, в 3-9 месяцев, ну, в 3 года и в 9 месяцев ставит диагноз ЗПРР с аутистическим спектром. А до этого в Шумкенте нам и частные врачи, и неврологи, и психиатры ставили, не психиатры, а больше неврологи, ставили просто аллалию. Сенсомоторная, сенсорная, то сенсорно-моторная. В общем, была путаница большая изначально. Потом сказали, резаметов у нас тоже есть. Исматулла Хайрулаевич, тоже известный врач, он говорит, он точно не учится, он точно на меня посмотрел, он поздоровался, он вот так посмотрел, он заглянул внутрь, он точно не учится, у вас больше аллалия, сенсомоторная, больше сенсорная, да, у него сенсорика страдает. При сохранном абсолютно слухе у него нарушен фонематический слух, как и у многих детей, ну, тогда мы это не знали. И, в общем, пока я приехала с такими указами, вот вот этот Аллыбекович, он тоже сказал, я могу ошибаться, сходите, Аллыбекович, что он скажет, Анвард Аллыбекович. Ну, он говорит, мне говорят, что он не похож, ну, почему? Говорю, он у вас автономный, он у вас не в те игрушки играет, ну, то есть вот такие моменты, мы на этапе диагностики, мы сами начали прозревать, да, и первая мысль, где мои глаза были, да, это, но потом читаешь посты других родителей, понимаешь, что это состояние нормальное. Родителям себя обвинять абсолютно не в чем, потому что они тоже как бы не специалисты, если тут специалисты путаются. Я подходила в два года в поликлинику, меня ложно успокоили, это, и таких вариаций много, это хорошо, что мы в три пришли, а есть которые с четыре в пять приходят, говорят, и тогда они говорят сначала, до трех, до пяти ждите, а потом в пять говорят, а где вы раньше были? Ну, здесь надо больше, наверное, просвещать, тут никого не обвинять, а именно просвещать родителей, специалистов, какие проявления могут быть. Здесь сейчас я до сих пор ему уже 4,9, я до сих пор не знаю точного диагноза. Первая мысль, конечно, шок. Вот Гульбахар говорит, я согласна, мать не остановится, я бы сказала, мать это как феникс. Поначалу, да, я могла и слечь, и на 10 дней заболеть, и плакать, и все, несмотря на нативный характер, и все, но потом ты встаешь, просто отряхиваешься и идешь дальше. Вообще вот эти вот проблемы с диагностикой, они характерны исключительно для нашего города или в целом по Казахстану, вот вы как считаете? Мне кажется, это не только по Казахстану, мне кажется, это по всему миру на самом деле. Да, есть где-то это делают лучше, где-то над этим больше работают, но действительно, если вопрос касается именно аутизма, там очень много спекторов, в каком формате. Да, есть, допустим, действительно, многие говорят о том, если ребенок контактирует, он не аутист. Да, в вашей ситуации сказали, он хорошо контактирует, но взгляд короткий. То же самое многие специалисты знают, если ребенок залазит в плотные тесные места, это предрасположенность к аутизму. К сожалению, многие не знают об этом, не интересуются, не развиваются, нужно проходить соответствующее обучение. И действительно, да, вы сколько уже лет в этой тематике, и до сих пор тяжело поставить полностью диагноз. Так, многие, как бы там ни говорили, да, очень много полезной информации, но много и кривой информации в том же интернете. Люди, у меня был такой случай, допустим, у женщины пришла в панике, все, у меня ребенок аутист. Я говорю, подождите, ну, почему? Ну, первое, что, успокаиваясь человека. Аутист, не аутист, это же не приговор, это жизнь продолжается. Так, а она все, она в панике, она в панике пришла. Пришлось работать не с ребенком, а пришлось работать с мамой. После того, как мама успокоилась, я говорю, так, хорошо, а вы делали какие-то обследования дополнительные? Женщина поставила диагноз по интернету. Да, я почему говорю, что нужно быть очень аккуратным. Я говорю, так, подождите, а к специалистам сходить? Нервопатолог, психиатр, вы прошли к кому-то? Говорит, нет. А ситуация как обострилась? Ребенок пошел в школу после длительного летнего отдыха пошел в школу и плохо учится. Да, у него есть какие-то определенности, какие-то есть, может быть, расстройства. Особенность. Это еще же не приговор. Пошли к психиатру или нервопатологу, прописали там таблетки, все остальное, ребенок восстановился, пошел процесс. Поэтому вот самодиагностика очень сложный такой момент во всех сферах. Это не только психология, психиатрия, во всем другом. Будьте осторожны, когда вы там пытаетесь продиагностировать себя. Каждый человек может в интернете найти какие-то у себя симптомы, любой болезни. Поэтому нужно быть осторожным. Другой вопрос, что развивать эту тематику нужно. Да, грамотность родителей тоже. Почему грустно, да? Ни один педиатр не сделал какой-то акцент. А чем быстрее узнаешь о диагнозе, тем быстрее ты начинаешь над этим работать. Ведь именно в аутизме очень важно вовремя начать. Да, бывает, что у детей позже там выявляется, считается, что примерно до трех лет диагностируется аутизм. Чем раньше родители поняли, родителям объяснили специалисты, что нужно делать, и в сопровождении специалистов ребенок развивается, ребенок функционирует, все нормально. И я знаю достаточно случаев, когда просто в семье педагогов был ребенок с аутичным спектром. Мама, педагог взялась, начала работать. В данный момент никто в жизни не скажет, что у него был какой-то там аутизм или еще что-то. Классические случаи, о котором уже говорилось. Нобелевский лауреат, один из Нобелевских, фильм про него снят, «Игры разума» называется. Это действительно реальный человек, страдающий аутизмом, плюс у него шизофрения, и он стал лауреат Нобелевской премии. Поэтому сказать, что это все, это неправда, это неправильно. А вот как общество к этому относится, тоже другой вопрос. Мы часто боимся, если человек чем-то от нас отличается, мы начинаем его почему-то бояться. Мы не можем принять, что он просто другой. Может быть, как раз такими боимся, что этот человек может оказаться лучше нас в чем-то. Ну тогда получается, может быть, больше это проблема в нас самих, в наших отношениях. У нас проблема есть. Проблема есть. Это незрелость общества. Вы посмотрите, как, допустим, реагируют не только дети, но и как взрослые, уже зрелые люди реагируют на, допустим, на ребенка или взрослого с особыми нуждами. Как это у нас происходит? Это, к сожалению, вот здесь общество нужно работать. Действительно. Северка, а сізге да, Тураусы Балтар, мне аналар келетінішкар. Сол дези олар айтады. Біздин баламызға адамдар басқаша қарайды, ойлар басқаша айды. Сол дези сіз кандай, сөздермен осаат аналарды жопатасы. Сол дези сіз кандай, сөздермен осаат аналарды жопатасы. Якую заеду он қосатам ендогеневтик факторлара. Джъктүлк кезінде, сөздермен басқаша, баланы көтер жүрінген кезінде. Психоэмоционалдық жағдайды өте үлкен әсірін тегізетті. Мені ол ендогеневтик факторлары. Егзогендевтик факторлар барады, не кенгенек есенін, балаға атаанасынан, ең жақын жандардан көзғарасы, Козгарасы, ханчалықты, ол бала жақындарының жылығын сезгенеді көп жақтайлары бар. Конечно, инфекция, травма, оларында әсер бар сөзсізде. Оның кейін тағыда бір әртүрлі қалымдар әртүрлі айтады, ол атанларын ішінде де көп талқыланады. Оның вакцинацияңда әсер тегізі мүмкіндер. Бірақ мен айтын біліп, вакцинацияңың текелей оған себеп болған деген ғылыми түрде дәлдеген факт жоқ. Ал атанаға, мен аутизмін сұнген бір айтын дегенім, өзінің проявленийсі дә, проявленийсі спектр үлкен әртүрлі болады, сонтан диагностикасыта қиын болады. Оның және әкім әле қаным айтыты түркімді айтып отыр, диагностиканы үшқайсы алдын алы көйелмады, мен мамандарға бардың дейді. Ол дегеніз біріншеттен біздің қоғамда ол аутизмге бетіп көңіл аудару деген қалып таспаған біздің дәргерлердің ішінде де, мейдзің қызметкерлердің ішінде де. Бірақ қазір айтын дегенім, осы 25 жылығын басынан бастап, біздің қазақстанда осы аутизмге үлкен көңілі бөліп жатыр. Бізде ресиметерді осы сәғырайында осы аутизмге үшалытқан баларға үз қоррекциялық ұрталыға ұштық. Енді қоррекциялық ұрталыға ұшқын кезірде, оны шетелдің тәжірмесіні жинадық, сол шетелдің мамандарымен ақылдастық. Енді бірақ түйгейлі бір қалыптасқан стандарт оған оларды емдейдің, жағы оларды бақылайдың жоқ. Ресейде бір стандарттар жағын Герман Айтбатардың, Израилді, бір стандарт Америкады, бір стандарт әр елдің өзінің кетістіктері бар, өзінің кемшіліктері бар. Алия қанымайтың айтпақша, Санкт-Петербургта мамандарға барамызды білядар. Ол жақтыда психологтардың мектебі өте қатты дамыған. Біз жақында Санкт-Петербург өзім барып келім, десвиттің өте ұқты психологтар бар. Ө fout ке аутизімдке,ің кейінде үшінің кемшіліктері бар өзім білді білді. Алия қанымені қосылып тәр transmitter тәрі. Алия қаным, айтпақша, вакцинация аропады – жақты білді, 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 білді дұлы мүмкін білді? Нет вакцинации. Я думаю, что это же очень сложно. Если вы никогда не приедете в опыте, то вы можете найти жизни, если вы нашли, если вы нашли в Астана или Россия, ถу вы приедете в прогноз доктрине, то вы можете увидеть реактивное Центр от 300 тысяч. Единственное место будет появляться, а если бы не уходить на этот дом? Если бы уходить на этот дом, то они не были использованы, например, бассейн-это 35 тысяч, а если бы не 25 тысяч, если бы уходить на этот дом, В результате он был тренер и он был в манипуляции. Массаж был не в 30-35 тысяч, остеопат. Захиджон доктор, он не в ресми туре, но в 150 тысяч. Плиханов доктор, он не в ресми туре. Он не в дали леды, но в Москве мамы. Но в Москве мамы, я не знаю, что это было. Но я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это было. В этом году мы получили 230 тысяч. Витамины, например, я получил 332 тысяч. Мы получили статию. Но мы получили пенсию 11 лет и не было тяжело. Удаляй, как никто и не знает. Это на сегодняшний день. Мы получили диагноз, как он знает. Например, от ребенка 6 лет и удачи. 6 лет, и ребенка решили оборуды. Это говорю, что я ойчал. но мы были в семье, мы были в семье, мы были в городе, в Баламусулл-центре, и мы были врачом, и мы были врачом. Гульнар Габаргалиевна, израильный, мы говорили, что прививка не может. Я не прививка, это не прививка. Это не прививка, это не может быть. Но если у нас есть ассер, то есть, если у нас есть аутизм, то не может быть. Если у нас есть и какого-то не может быть, то есть, у нас есть коррекция. У нас есть 4 века. Он говорит в архиве, и я говорю в архиве, и я говорю в архиве. В архиве, когда я был власть, то он был в гибель. Он сказал, что в Казахши. Если это было, то я уезжаю в пенсионные фонд Мы хотим улучшить практические кинестеры. Но в Питере, в Курк-Петербурге, мы должны быть в Курк-Петербурге. Насколько мы говорим, что 200-500 тысяч рублей. Мы хотим улучшить интенсивные интенсивные, а также сенсорные интеграции. Мы не знаем, что это было. Мы не можем использовать интернет. я не знаю в инстаграме аналарегир хэштег консерта муса африкасан соль интеграция аутизм депутылы жаттого шагат турнир турлы с подручки средств и декана сонсорлык на удастар дидор дэнги на степки нерси болот джаттолар бельваса она баа жарбол шахтан подходы на трансбезгал барван центр день не сарқылы мину яту метаболизм мозга бізде шыны керек мэртэймен выгонымызы жақсы оқи алмайды көп намандар асресияна ассына алматы мамаса дүнген жаңағы дефектолог логопед мамандарымыз біздем салала дана паймыз бар пмпкдан гелетін өте жақсы 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 маман болса да сурдопедагог методист баламының тілінші сол шығаратыр баламу контакта өте маңызды келгенде мойына осылат балам кетсе жақсы жақсы мамандарға жақсы жақсы мамандарға жақсы жақсы мамандарға жақсы жақсы маңызды күзге дейін құралмайсы мұсал алтай төртай үш әй жоқ дегенде кезе тұрын керек орысалықтандырылған бір белгі бір бағыт біретін қарқынды түрде кешенді түрде баланы бедене дейді ғой басынан аяқ керек реабилитациясын жүргізетін ұрталық ұжық бізде енді айналып кегенде дің аналарға айтарым енді дұрыс мүгедектіктің өзін біз амал жоқтықтан барып әсімдедікті бірақ екі жылдан кейін қайтарамыз баланы шығарамыз деген ниятпен алдық бәріміз ке біре оған да бармайты атанлардан юат жолда қарсы білмас ата енесі қарсы ол ұйдан айрылғы өлімдері өлімдері өкемет беріп өлімдері үшіндері өлімдері үшіндер дұлғы өлімдері бізді өлімдері өте жақсы бірақ бізді қажеттіліктің бір оң қаз В этом году мы получили 20-30%. Алья Хан Айтбаш, который был в Санкт-Петербурге и был в Санкт-Петербурге, в Москве. В этом году я не хочу, но в Москве есть практиковые психиатрии, которые были в Санкт-Петербурге, в том направлении, работали с оборудованием. В этом направлении главный реабилитолог ПОРАС, который был в Санкт-Петербурге, в том числе, в том направлении в Санкт-Петербурге и в том направлении. С leyendo задачат наши действия леча с тем самым современным показателях. Но ми не делаем всё, что мы предоставим жил. Это все же, что пытаются сделать историю, например, психолог-дефекторки, логопеды, мы Caller College Логопеда, если мы регулировали, то мы должны пить базовый основ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...